Сын бывшего офицера царской армии, естественной царской армии, который преподавал арифметику в Епифанском городском училище. Соответственно, когда Николаю не было полных 6 лет, отец умер, и они были двое детей с сестрой, мама, представитель дворянского рода Савельевых, это отдельный разговор с Савельевой, это очень интересная такая фамилия в Епифане. Она вынуждена была окончить фельдшерские курсы и поступить на службу акушеркой в Епифанскую земскую больницу. Получив начальное образование в Епифане, Николай Александрович поступает в Турскую гимназию в 1-й класс в 81-м году в возрасте 11 лет. Окончив ее, он поступил в МГУ на физико-математический факультет и уже еще обучаясь в гимназии, потом соответственно и в университете он проявил знания к исследованиям, математическим исследованиям. Именно тогда он за свою работу и получил кандидата физико-математических наук. А в дальнейшем, конечно, в чем вот его, так сказать, заслуги были? Он автор учебника. Вот я так вспоминаю, я учился, у нас, по-моему, Алги была 62-го года, издание. Вот, а там, если мне не изменяет память, конечно, я уже не помню, мне кажется, там была, упоминалась где-то, вот, реализационная коллегия, вот, всегда на это, на обратной стороне форзация, вот, там была, она была упомянута. Это 1913 год, эти книги фотографировались у нас вот в областной библиотеке, там они находятся. Вот, после революции он преподавал там и на женских курсах, и, ну, в различных учебных заведениях в Москве, вот, а после революции, 17-19 год, он преподавал на педагогических курсах в Епифане. Потом опять вернулся в Москву, продолжал там свою преподавательскую деятельность. И, наконец, был назначен, где-то в начале 30-х годов, был назначен ректором Ярославского педагогического университета. И вот, он часто приезжал в Епифане, болел, и вот, во время лекции ему стало, сделалось плохо, уже там, в Ярославе, он в Епифане поживет, потом туда. Да, мне, кстати, есть такая Елена, Елена Викторовна Симонова, преподаватель первого института доктора исторических наук. Вот, мы когда там энциклопедии готовились, вот я про Епифане писал туда статью, она говорит, Кирилл Васильевич, не может быть, чтобы декан жил то в Епифане, то в Ярославле. Ну, не знаю, так написано у Андронова. Андронов дал статью в математике в школе, про него именно. Вот, ну, в общем, я не помню, как она там решила в итоге. Вот, и, в общем-то, вот он почувствовал себя плохо во время лекции, не успели его довезти в больницу, он скончался. Вот он похоронен, соответственно, в Ярославле. Вот. Вот еще две книги, это уже 1924 год. Тоже им вот изданы были. Ну, а дальше мы перейдем с вами к людям, которые прославились как деятели православной культуры в нашей стране. Иван Васильевич Благодарский. Вот этот человек родился в селе Ступино, Ефремовского уезда, Тульской губернии. Окончив Тульскую духовную семинарию, он полтора года проработал преподавателем, а затем был назначен в Епифаль, в Никольский собор священником. Открыл две школы в Олешинской, в Слободе и в деревне Саламатовка. Потом, да, и преподавал там, естественно, закон Божий, вот, и, да, заведовал складом. И в момент, когда, да, за 10 лет своей службы он был награжден всеми регалиями священническими, на Бедренник, Скуфьяр и Камиларка, в течение 10 лет. Это не так часто бывало среди священников. Я многое, так сказать, с ними знаком был, работая над третьим фондом в архиве Тульском. Вот, очень быстро, то есть в течение 10 лет. В начале 20 века он был назначен благочинным первого Епифанского округа. А в 1907 году, когда умер Георгиевский Семен Иванович, я не случайно называю Фалиту фамилию, вот, его назначают настоятелем Никольского собора. А через год ему присваивают, вводят в сан протеерея. И сразу я скажу, так как у нас дальше идут фотографии про семью, семья у него была, можно сказать, огромная. 10 детей и трое еще умерли. То есть 13 детей. Вот на этой фотографии справа, вот здесь видите, наперстный крест у него уже, а там священнический крест, обратите внимание, этот все уголочки трога, и он четырехконечный, а этот шестиконечный, и там завиточки такие по бокам. Вот эта вот разница между наперстным крестом и обычным священническим. И это конец, видимо, 19 века, последнее, так сказать, пятилетие, так сказать, вот, и с двумя детьми, они с фотографированной женой. А следующая фотография, это уже вся семья, три сына и семь дочерей. И вот в седьмом году, когда умер Георгиевский, его назначают настоятелем Никольского собора. И возвели в сан, как я уже сказал, протеерея. Это вот как раз восьмой год, фотография перед Никольским собором, три священника, вот он в центре из трех священников, слева отец Николай, справа от него отец Владимир, а рядом с ними сидит церковный староста Никольского собора, епифанский купец Сергей Михайлович Расторгуев. Иван Васильевич Благодатский был законноучителем и в женском училище, они там чередовались с Благовещенским, но в основном в мужском. Это вот 1918 год, высшее начальное учебное, высшее начальное училище эпифанское. Вот на этой фотографии вы видите 1918 год. Он умер в 1922 году. Следующая фотография, следующий, так сказать, слайд, на котором мы видим. Честно случайно мне довелось познакомиться с Людмилой Михайловной Герт. Когда мы в больнице познакомились, она, когда узнала, что у вас есть Епифанин, вы знаете, у вас там есть Никольский собор, а там вот был Благодатский и так далее. А я знаком с его внучкой, она живет в Горлыче, это Рязанская область. И вот так мы, дала мне она телефон через некоторое время, я позвонил ей, мы с ней обговорили, поговорили немножко, но я обязательно приеду. А дед похоронен возле собора. Ну я так это знаю, что Георгия похоронена на кладбище. Вот я думаю, наверное, что-то она путает. Но она так и не приехала, как-то связь у нас прервалась. И тогда, благодаря Людмиле Михайловне, я познакомился с ее дочерью, то есть с правнучкой, с протеереем. И вот она прислала фотографию. В том числе, и вот это, что вы видите сверху. В 1922 году он умер от пневмонии. Справа его жена и три дочери. В общем-то, я ее увеличивал, посмотрел, и я примерно определил, где же было место, где он похоронен. И вот, когда в 2014 году, в 2013 началось, а потом продолжалось, в 2014 году, вы знаете, Министерство культуры выделило значительную сумму на реставрацию Никольского собора, по крайней мере, нарушили его, делали. Но я так закинул удочки, начальница участки Галины Ивановны Николаевны, Галины Ивановны, вот так и так, вот там вот был похоронен. Я переговорил, ну очень, короче говоря, нашла она человека, который нашел, сделал вот этот вот памятник. Потом вот сделал ему вот эту фотографию. И внизу, вот такой вот, я выделил ее отдельно, вот такую дощечку памятную. Протерея Ивана Васильевича Благодарский, 1869-1922 год. Правда, ну там, по стройке своим нюансам, пришлось его метров на 8 придвинуть сюда. Опять же, мы продолжаем про духовные лица. Барсонофий, в миру, Василий Григорьевич Толстухин. Ну, выражение с Епифанией. Родился в мессианской семье, окончил Епифанское городское училище, и уже там он проявил, да, проявил уже там любовь, и сказал, что обязательно я свою жизнь свяжу русской с православной церковью. И так действительно и произошло. Он после окончания начальной школы в 1901 году поступил в Свято-Преображенский Балаамский монастырь. Вот. Ну, в общем, там стал прислуживать, проявился такое благочестие, и поступил в послушники. Через некоторое время был пострижен в монахи, и вот я не случайно назвал, да, и был направлен в Финляндию. В Финляндию, вы знаете, до 17-го года входил в состав Российской империи. А когда после революции она оказалась вне Российской империи, он оказался в загранице. Вот. Так и продолжал служить. Через некоторое время, ну, в общем, считается, что в 1922 году эмигрировал туда. Может быть, конечно, и раньше он там находился. Я не случайно назвал фамилию Георгиевский, потому что известно такое имя митрополит Евлогий Василий Семенович Георгиевский. Вот. Он возглавлял Русскую православную церковь в Западной Европе до 1948 года, то есть до своей смерти. А его родители похоронены в Епифане. То, что вот я сейчас называл. Семен Иванович был протеереем Якутского собора. Вот. И он оказался как бы под его началом митрополита. То есть, в астануфе. И вот он, значит, был посвящен в монахе, потом становится иеродьяконом, потом иеромонахом, соответственно, иера. Слова иера – это иерей. то есть это позволяет ему служить. Потом, значит, после Финляндию он попадает в Болгарию, в Францию и, опять мы возвращаемся к иммигрантам. Иммигранты после революции русские, они разбросаны были по всему миру. Даже наши полушария западные, то есть восточные, а это Америка западная полушария. В том числе и в Южной Америке, и в Швейной Америке, и в Африке, естественно. И вот иммигранты русские, проживающие в Марокко, на севере Африки, они нуждались в духовной пище, священники. И они соответственно сделали запрос. Был послан на митрополита Евлогия, и вот он туда направляет в Арсенофию. Я внял призыву о помощи из далекого Марокко и послал туда своего человека, самоотверженного отца в Арсенофию, ермонаха Валаамского монастыря. И вот он оказывается в Марокко в Арбате, столице Марокко, и начинает свою соседническую деятельность. Сначала был небольшой барак, когда собирались прихожане, русские иммигранты, он называл их духовными чадами, проводил, как написано, духовное окорбление. Ну и потом задался целью построить в Арбате храм. было написано воззвание по всей области, я понимаю, Северной Африки. Люди писали письма, делали пожертвования. И вот там приводится один момент такой, что некий араб, женатый на русской, он долго болел. Медицина была бессильна. И тогда он обратился к Богу, к этому священнику. И в общем-то он выздоровел практически полностью. Я уж не знаю как, но выздоровел. Так написано в литературе. И он решил поблагодарить русскую православную церковь, хоть как-то. И вот он приходит к варсонофе, чем я могу помочь? нам нужен участок для церкви. он, я понял так, что видимо дарить нельзя по их законам. И поэтому он продает значительный участок за символическую цену один фунт. И на этом месте строится церковь для крещения Господня. Естественно это все ранее главным образом нашего земляка. отца варсонофе. И когда в 1932 году приезжал сам митрополит Евлогий, освящал этот храм и тогда же отец варсонофе был возведен в сан Архимандрита. Умер он в 1952 году, похоронен в русской часовне в Рабаке. Да, и я еще бы добавить, что потом храмы появились еще в трех городах марокканских Танжерия, Куратибе и Касабланке. Тоже все его стараниями это было сделано. И последние годы он был благочинным Марокко, русской православной церкви, Марокко и Алжири. Такая вот судьба. Ну в общем все дорогие мои. льгоь. И льгоь. Продолжение следует...